лично грандов, который состоялся в субботу. Здесь, благодаря голу Юрия Хусиинова, забитому на 16-й минуте, победу одержали железнодорожники. Ну а теперь о встрече основных команд. Футболисты Локомотива, решившие поддержать почин своих более молодых коллег, уже на 49-й секунде открыли счёт. Ласьков воспользовался неразберихой вблизи армейской штрафной и, завладев мячом, отправил его в сетку. Видимо, этот гол настолько разозлил не пропускавших 447 минут игроков ЦСКА, что они надолго захватили инициативу, огорошив соперника прессингом и бескомпромиссной борьбой на каждом участке поля. Логичным завершением осады ворот Нигматулина стал гол капитана красно-синих Симака. Савелев протащил мяч по краю, отдал на ход Сергею и после сильного и точного удара последнего счёт сравнялся. Явно не ожидавший такого развития событий Локомотив забуксовал. Выделялись разве что два темнокожих Легионера, Ликхета и Абиора, но даже они не в состоянии были остановить ЦСКА. Очередная многоходовая комбинация и Корнаухов простреливает вдоль ворот, приглашённому в сборную России Енису Попову на глазах присутствовавшего на матче Олега Романцева не хватило каких-то сантиметров, чтобы вывести свою команду вперёд. Опасности у ворот Новосадова практически не было, в чём немалая заслуга экспериментальной защитной линии ЦСКА Корнаухов, Лайзенс, Ефсиков, Менько. Очередную возможность выйти вперёд армейцы упускают на последней минуте первого тайма. Куликса Штрафнова закручивал мяч в девятку, но Нигматуллин играючи справился с его ударом. Едва стартовала вторая половина матча, как Савельев, активно проведший эту встречу, упускает очередной шанс. Затем феноменальный проход Лысенко. Вот где оно, желание бороться до конца. Станислав, казалось бы, потерял мяч, но не тут-то было. Доиграв эпизод, он даже завершил его ударом-поворотом. Однако счёт прежний 1-1. Сёмин бросает в бой Бузникина, который заменил явно не вписавшегося в игру Пименова. И почти сразу Максим вывел на ударную позицию Дмитрия Ласькова. Но мяч пролетел мимо. На 75-й минуте матча зрители дождались, наконец, очередного гола. В сутылоке у ворот Локомотива Нигматуллин не смог зафиксировать мяч. И здесь, в нужное время и в нужном месте, оказался не забивавший уже около года Марек Холли. 2-1. Армейские болельщики, почти до отказа заполнившие стадион на Восточной, не успели толком отпраздновать этот гол, как их любимцы чуть было не забили третий. Вновь активен Лысенко, но удар по полу не точен. Сёмин, пытаясь спасти игру, упускает Измайлова и Саркисяна. А армейцы тем временем вновь забивают. Отличился Лысенко, но чуть раньше боковой арбитр зафиксировал у футболиста ЦСКА в сайт. Забыв об обороне, железнодорожники, сломя голову, бросились вперед. И пропустили контрвыпад номинальных хозяев поля. Саркисяну ничего не оставалось, как фалить. Семак на газоне, Саркисян справедливо удаляется. Когда казалось, что ничто уже не помешает ЦСКА победить, Абера подхватил мяч в чужой штрафной, но пробил аккурат в Новосадово. Пройдет всего несколько секунд, и армейские футболисты победно вскинут руки вверх. Лучше играться и скат.